Ситуация в Украине сегодня не у всех вызывает боль за братский народ и судьбу когда-то цветущей страны. К сожалению, конфликт используется как повод для спекуляций. В своих интересах его крутят, иначе не скажешь, и политики, и отдельные медиа, и те, кто сами, того не понимая, попались на крючок военной истерии. Очевидно, что у каждого вброса в интернете есть конкретные цели. Их нужно видеть и понимать. Для подробного анализа ситуации президент даже скорректировал планы на этот рабочий день. Планировали сегодняшнее совещание с правительством, посвятив его ряду экономических проблем страны. Однако последнее событие в мире, а главное их спекулятивная интерпретация в средствах массовой информации, в интернет-пространстве, особенно от наших беглых мерзавцев с домыслами наглым враньем, предопределили новый формат встречи и более широкий состав участников с приглашением членов Совета безопасности и наших специалистов, которые ведут информационное противоборство, не скрою войну. Я вижу, что есть необходимость четко разложить события в Украине с учетом их предпосылок на основании достоверных фактов. Может, даже тех фактов, о которых обычно не говорят. Но ситуация вынуждает меня это сделать. Тиражировать информацию о некой роли Беларуси в украинском конфликте в последние дни стали беспрерывно. Привязать нашу страну к ситуации, обвинить, выставить агрессорам – все это лишь очередное звено цепи, которое на самом деле тянется уже давно. Истоки этого серьезного европейского конфликта остались в 2014 году и даже раньше, уверен Александр Лукашенко. К тому времени Европа уже десятки лет плевала на международные договоренности и наращивала военный потенциал. Продолжает она и сегодня. На совещании президент назвал цифры. За текущий год военный бюджет штатов почти в два раза превысил ими же принятую норму. Украинский вовсе вырос втрое. Когда 8 лет назад мир потрясала вооруженная конфронтация на востоке Украины, Беларусь открыто призвала всех к миру. Вспомните, чтобы остановить бойню в Украине в 2014-м, мы с самого начала с головой окунулись в миротворческие процессы. Выступили за мирное урегулирование и скорейшее прекращение человеческих жертв и страданий. Предложили Минск для работы трехсторонней контактной группы по просьбе России и Украины. Именно минские договоренности остановили кровопаралитие. Уже в октябре я предложил использовать белорусских военнослужащих, прежде всего наших пограничников тогда, в качестве миротворческого контингента, для того, чтобы развести конфликтующие стороны в Донбассе. Однако на тот момент заинтересованности в данном предложении на первом этапе не последовало. Мы вернулись к этой теме осенью 2017-го в Совете Безопасности ООН. И снова в ответ тишина. Это факты известные вам. Можете полистать недавнюю историю и убедиться в этом. Между тем для всех было очевидно. Предпосылки конфликта никуда не делись. Более того, Запад усилил подходы к милитаризации региона. Втянул в эту историю украинскую сторону несбыточными обещаниями принятия страны в Евросоюз и НАТО. Тем временем в Донбассе продолжали погибать мирные граждане. И заметьте, эту войну на Западе как бы никто и не видел. Ослепли никто не видит и оглохли никто этого не слышит. Не было в западной прессе фото детей, сидящих в подвале во время обстрелов и многочисленных жертв украинской агрессии против мирного населения. Разве тех смертей было мало, чтобы сесть всем в Европе и определиться с мерами доверия и безопасности в регионе с учетом новых реалий? С тех пор много ли европейских стран стали на путь к спокойствию и равновесию в регионе? Не нужно далеко ходить за примерами. Национализм и экстремизм в Украине никуда не делся. Нетерпимость и уничтожение русской культуры подпитывались оружием, которое беспрерывно поставлялись в Украину союзниками. Все призывы России и Беларуси снизить военный градус отправлялись в бан. А в 2020-м коллективный Запад сбросил маски и принялся раскачивать нашу страну. В попытке белорусского госпереворота украинский след уже не предположение, а факт. Попытку госпереворота у нас сделали по украинскому сценарию с активным подключением украинских националистов и центров кибервойны, расположенных в Украине. В Волынской области рядом с нашими границами, с ведомо украинских компетентных властей, создавались базы и тренировочные лагеря в целях подготовки добровольцев для участия в белорусских событиях. Это, кстати, в суде публично подтвердил находящийся под стражей командир батальона Донбасс. Имеется также неоспоримое доказательство причастности спецслужб Украины к деятельности банды Автуховича по приобретению боеприпасов в Украине и перемещению в Беларусь. Вдумайтесь, на территории Украины действует более 15 политэмигрантских центров и структур, которые занимаются вербовкой и поддержкой беглых из Беларуси. Только в 2020-2021 годах нашими пограничниками и службами Украины выявлены 4 схрона с оружием и боеприпасами на белорусско-украинском пограничнике. Заметьте, не только нашими пограничниками, но и украинскими. Ручные противотанковые гранаты, взрывные устройства, взрывчатка в огромном количестве, патроны. В целом на нашей территории за последние три года пресечена деятельность 12 агентов и кадровых сотрудников украинских спецслужб. Мы тогда предполагали, но теперь уже очевидно, перед тем, как разобраться с Россией, необходимо было разрушить так называемый белорусский балкон. Когда в августе 2020 года близкрик Беларуси провалился, нас начали душить экономически. И та Украина, которую любит каждый белорус, оказалась чуть ли не уфарватерой антибелорусской риторики. Официальный Киев поддержал, а где-то побежал впереди Запада в антибелорусской риторике и присоединился к санкциям Евросоюза в отношении Беларуси. Вы это помните, совсем недавно было. Небо Украины закрылось для нашей авиации. В экономической войне, которую нам объявили все демократии без разбора, Украина ведь не была исключением. Санкции на ввоз наших товаров, бойкоты нефтепереработки и калию несколько раз устраивали вокруг импорта белорусского электричества танцы с бубном. То помогите, то заберите. А пока Беларусь терпеливо это переносила, Запад стягивал к нашим границам войска, не стесняясь залетать за границей дозволенного. Воздушная разведка вдоль наших границ велась с интенсивностью 15-20 полетов в неделю, летали вдоль наших границ, явно в целях вскрытия системы противовоздушной обороны и оценки наших возможностей. Мы также видели, как активно проводилась подготовка военной инфраструктуры, аэродромов, портов, баз хранения транспортных коммуникаций к приему крупных группировок войск. Европейский Союз принял значительные меры по упрощению передвижения иностранных войск по своим территориям путем принятия так называемого военного шенгена. Беспрепятственно! С Великобритании, Германии, Чехии и других стран в Восточную Европу шли эшелоны с оружием, боепропасами, техникой и живой силой. Под видом решения проблемы миграционного кризиса в сопредельных странах была создана группировка войск якобы для прикрытия границ от незаконного пересечения мигрантами. Численность ее, по нашим только данным, превысила 30 тысяч человек. Украина подтянула к нашей границе более 6 тысяч человек на первоначальном этапе. Вооруженные силы Украины затеяли операцию «Полесье» в целях подготовки своих войск для действий на белорусском направлении. Стали вооружать националистические формирования для действий также на данном направлении. Затем вдоль своих северных, восточных и южных границ от Львова до Одессы они развернули учение «Метель-2022» появилась предвзятость в отношении наших граждан, передвигавшихся в Украину. И все это на фоне информационной истерии, надуманных обвинений в подготовке агрессии со стороны Беларуси. В совокупности все эти факты явно указывали на возможную подготовку Запада к агрессии против Беларуси и России. Даже совместные учения союзного государства, а иначе месседж западным партнерам «Мы умеем себя защитить и нам есть чем ответить» не вразумил по уши милитаризованных соседей. Учения «Союзная решимость» как раз стали отличным поводом для информационных атак и провокаций. Кто и как вел себя на пороге нового конфликта в регионе, Александр Лукашенко рассказал в подробностях. Из-за усиления военной активности вооруженных сил Украины и возобновления боевых действий по линии соприкосновения сторон главы ДНР и ЛНР запросили военную помощь у Российской Федерации. Как вы знаете, она была оказана. И России не оставили выбора. Мы в это время, я прежде всего, понимал и понимали мы, что с нами может быть. Но мы не втягивались в конфликт. Мы никого не провоцировали. Еще раз повторяю, для меня было важно прикрыть южную государственную границу. Это почти полторы тысячи километров. Вы знаете, президентом Путиным принято решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Естественно, предполагалось применение группировки войск, оставшиеся на территории Беларуси. И он меня информировал об этом в 5 часов утра 24 февраля. Перед принятием такого решения наша разведка обнаружила на территории Украины, и не только наша, но и россияне, в непосредственной близости от белорусских границ, несколько зенитных и ракетных дивизионов. Это было вечером 23 февраля, до 11 вечера, где-то в 9, 10, 11 часов. Разведка обнаружила несколько зенитных и ракетных дивизионов, изготовившихся для нанесения удара по российским войскам в районах сосредоточения на нашей территории, то есть по тем войскам, которые я попросил Путина оставить в Беларуси. Одновременно с объявлением решения на проведение операции России был нанесен упреждающий удар по этим тяжелым вооружениям, по этим позициям, чтобы предотвратить свои потери и воздействия на Беларусь. Если бы это не сделали, эти ракеты прилетели бы в Гомель и Мозырь. Что такое Мозырь, не мне вам объяснять. Сегодня операция проводится на пяти направлениях. С Крыма, Донецка, Луганска, направления Киева, Чернигова и Харкова. При этом белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно, но сегодня уже не надо. Сегодня американцы, вчера точнее, признали. Мы не видим, чтобы вооруженные силы Беларуси принимали участие в этой операции. Более того, мы не видим, чтобы белорусская армия готовилась к участию в этой операции. Читайте средства массовой информации. А ведь именно этот фейк возглавляет арсенал интернет-провокаторов. Слово «война» боится каждый белорус. Это в нашем генетическом коде. Вот и играют на нервах людей. Лекарство от страха в информационной войне одно – внимательность. Вот яркий пример. Западные медиа так правдиво освещают украинский конфликт, что даже мертвые оживают. А это официальная позиция Беларуси. Вооруженные силы Республики Беларусь всегда пребывают в готовности к защите суверенитета нашей страны. И, исходя из этого, мы не имеем никаких агрессивных планов в отношении сопредельных стран. В первую очередь, для нас защита нашей границы, нашей территориальной целостности. Мы отслеживаем, анализируем обстановку, которая складывается и которая имеет свойство к нарастанию эскалации. Имеет под собой прямое слово, которое выразил секретарь НАТО Столтенберг о том, что будут приводиться в повышенной степени готовности силы первоочередного задействования. Это достаточно большая группировка, которая также может находиться на границах с нашей Республикой Беларусь. Так к чему теперь стыдить Беларусь за укрепление своих рубежей и заботу о собственной безопасности? Неужели хоть кто-то из соседей оставил свои границы открытыми? Наоборот, технику и людей к ним стянули задолго до. И сейчас, когда на карте угрозы, куда ни взгляни, Беларусь вынуждена усилить свою защиту. И не надо кричать там о тысячах погибших. Мы этого не видим. Здесь тысячи раненых прибыли в ГОМИ. Кричат наши беглые и прочие. Ничего подобного. На сегодняшний день, за весь период, мы пролечили порядка 160-170 раненых. А это самое опасное направление. Это фейки. Их специально формируют. Никакой массовой гибели вооруженных сил России нет. Что, кстати, решение Путина и Шойгу – работать хирургически. Ни в коем случае, чтобы не пострадало гражданское население. Они не ведут ковровых бомбардировок. И в этом еще один смысл. Когда я разговаривал с Володей Зеленским, я ему сказал, когда он начал вот там в России и прочее, я говорю, слушай, говорил Порошенко, я говорю тебе, война идет на твоей территории. И самая опасность состоит в том, что сейчас россияне действуют хирургически. Не секрет, что гибнут люди. Вот тут некоторые военные, когда идет бой. Батальон ведет бой. И командир комбат видит, майор подполковник или кто там еще, что гибнут ребята, его дети. Вы что думаете? Он на хирургию будет смотреть. Он со всех видов оружия снесет все то, откуда идет этот огонь. Поэтому я Зеленскому сказал, самое страшное, если россияне терпеть-терпеть будут, а потом перейдут, как американцы, типа ковровым бомбардировкам, когда будет уничтожаться все, вот ты не успеешь даже с Украины сбежать. И в этом сегодня суть этого конфликта. Надо отдать должное россияне, проводят операцию, но еще хирургически. Поэтому наше участие в этой операции, я уже сказал, и Зеленскому сказал, он меня, правда, в этом упрекнул. Ты принимаешь раненых, я принимал и буду принимать. Мы их лечим, спасаем. Сейчас министр здравоохранения каждое утро мне докладывает о том, что там происходит. Он военный медик у нас, да, Владимир Степанович? Военный медик, он, когда начинает разговаривать, я его тут допрашиваю, он такие вещи выкладывает. Слава Богу. Поэтому мы лечим и будем лечить этих ребят в Гомеле, в Мозере и, по-моему, в каком-то районном центре. Когда они к нам поступают. Что здесь не так? Всегда в любой войне спасали раненых, не дай Бог убитых, отправляли на родину. Мы помогаем. И прикрываем свои границы в этом направлении, но уже не личным составом Российской Федерации. А вертолетами, несколько самолетов Барановича, Комили и Лунинцев. И они будут здесь находиться, пока я не скажу президенту России, что они мне не надо. Пока я не выставлю здесь батальонные тактические группы еще пять, чтобы прикрыть это направление. Поэтому на этой границе у нас, у генерала Лапова, пограничные отряды и маневрные группы. Так, твои пограничники. Чуть выше, в глубине его взаимодействия с пограничниками действуют пять батальонных тактических групп. Наши из ближайших пять будут развернуты в ближайшее время. Я не ошибся. Полная вам закрытая секретная информация. Поэтому не надо орать и кричать, что мы, свинцы скорее, куда-то будем входить в Украину. Это не наша задача. Я еще прошу Путина, чтобы он нам помог. В чем? Мы должны прикрыть западные направления. Помните, когда я говорил, что мы не позволим стрелять русским в спину? Я имел в виду вот это. Мы получили накануне конфликта, а потом эта информация подтвердилась, и мы это видели. Мы это видели открыто, что я перебрасываю с вот это. Синий цвет, вот посмотрите, перед границей. Здесь же расположены дивизии батальоны в Литве и в Польше, в вооруженных сил Польши и Литвы. Мы видим, что они делают. Они стягивают туда вооружение и личный состав. И там у меня непосредственно на линии границы, опять же, ЛАПО подразделения пограничные посты и маневренные группы. Да, взаимодействие с милицией, отдельными военными, что осталось после этих беженцев. Но это недостаточно. Поэтому мы в принципе решили закрыть эту границу. И ни в коем случае не допустить вторжения со стороны натовских войск на территории Беларуси. И даже проведение с их стороны на нашей территории малейших операций. Потому что Кораник там будет референдумом заниматься, ворвутся несколько групп, террористические акты осуществлять для того, чтобы население возбудить. И что потом? Поэтому одевай военную форму и занимайся здесь. Вместе с помощником военным, вместе с Шурейком и там тоже еще один военный. Не расслабляйтесь, садитесь, не надо отчетовывать. Вот наше участие в этой операции. Мы закрываем эту границу. То есть, когда мы расставили здесь все системы противовоздушной обороны, я не называю точки, они, наверное, не секретные для натовцев, они все видят. С-300ПС, да? С-300ПС, новая, да, атомная станция, это страшнее ядерного оружия. Что у нас в Торринг-2? Торринг-2, который мы новое закупили. В других местах Панцер-С, которые мы покупаем, а сегодня остались от России. Мы концентрируем здесь войска, чтобы закрыть эту границу. Здесь я сказал, как будем прикрывать. Нам оказалось недостаточно военной техники. Личность состава нам будет достаточно техники. Я обратился к Путину, чтобы нам, кроме С-400, который находится в Гомельской области, был поставлен С-400, который будет находиться чуть западнее Минска. Для того, чтобы не только Минск прикрыть. С-400 Триумф, по-моему, 600 километров он видит, да? Да, если он будет на 600, то поражение на 400. Поражение 400 видит на 600. Это хорошее оружие. Очень хорошее. Поэтому мы ждем сюда поставок. А также другой техники, которая нам необходима для того, чтобы закрыть здесь. Вот наше участие будущее в этой операции, что мы делаем и сейчас. Но еще раз повторяю, я не вывел ни одну часть из мест постоянной дислокации. Ни одну часть вооруженных сил. Они готовы. Все готово. И если нужна мобилизация, мы выверли все списки. В течение двух-трех суток мы отмобилизуем по полному военному времени все подразделения, которые нужно будет отмобилизовать. Между тем, позиция Беларуси неизменна. Война должна прекратиться. Президент не раз подчеркивал, мы готовы стать между сторонами, дать площадку для переговоров, помочь найти решение. И в отличие от дипломатических демагогий, популярных на Западе, свою позицию белорусский лидер подкрепляет действиями. Первый этап переговоров российской и украинской делегации состоялся. И это дорогого стоит. Должен сказать, что огромную роль в установлении контактов с Зеленским, а, к моему удивлению, нам пришлось для начала связываться по мобильной связи, сыграл известный всем нам Евгений Шевченко. Я его вчера вынужден был назвать политическим террористом. Он целую ночь торпедировал всех моих помощников, службу безопасности. Ну а когда ему сказали уже, ну сколько можно, ну хватит, хватит, президент с тобой пять раз разговаривал. Он вышел на моего меньшего сына по телефону. Оказывается, когда-то они на Припяти мы были, запускали калийный комбинат, обменялись телефонами. Он и его нашел ночью. Но я должен сказать, если бы не его инициатива, как он сказал, от имени украинских депутатов, было бы сложнее. Вот именно его звонок не по линии МИД, как я говорил, на избирательном участке, не по линии военных, а именно вот эта линия сработала. И мы около 40 или 45 минут с Володей Зеленским обсуждали ситуацию. Тяжелый был разговор, он нас считал агрессором, но в конце концов мы договорились. И я ему сказал, в Гомеле российская делегация тебя ждет. Приезжай, война идет у тебя, прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя. Вчера эта состоявшаяся встреча, по предварительным оценкам, дипломаты говорят, внушает осторожный оптимизм. Стороны договорились продолжить диалог на белорусско-польской границе. Оценивая эти переговоры, с моей стороны, я хочу сказать, человек уже опытный, переговорщики просто молодцы. Они просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Никто, ни Зеленский, ни Путин, тем более я, вовлеченный в этот процесс, никогда не ожидали, что они определяют темы для переговоров, вопросы, и найдут точки соприкосновения. Что это значит на обычном языке? Значит, есть варианты договориться, но их надо согласовать с руководством Украины и России. Чем сегодня и занимаются эти переговорщики. Но они блестяще за пять часов сделали свою работу на первом этапе. Зеленский накануне указывал, что я не верю в результаты переговоров. Никто в них не верил. И не те люди, и вчерашний министр культуры, а он оказался профессиональнее любого дипломата и военного. Мединский. Должен отметить высочайший профессионализм россиян и украинцев на этих переговорах. Вот это вселяет определенную уверенность в том, что эти переговоры могут закончиться прекращением войны. Но, поверьте мне, все зависит от украинской стороны. Если они не будут слушать то, что им подкидывают Запада и американцы, война прекратится. Вы же наблюдаете, специалисты, за ситуацией, которая разворачивается. Переговоры только начались. Какие последовали заявления? Безвизовый въезд мировых бандитов на территорию Украины. ЧВК там и прочее, с Афганистана, со всего мира. Открыли ворота, заходите. Следующее заявление. Даже Германия, которая боялась говорить о войне, ответственность на ней середины прошлого века, заявила о поставках летального оружия. И многие страны в Украину бандиты приехали, оружие самое современное в Украину завезли и завозят. Более того, идут переговоры, следует заявление, что Европейский Союз начинает поставки в Украину боевых самолетов. Во время переговоров это допустимо? Спросите у Макея, он вам скажет. Нет. Если следуют такие заявления, вот Реженков сидит дипломат, если такие заявления следуют от кого-то, они для чего делаются? Для того, чтобы сорвать переговоры. Как бы сложно ни было разговаривать, преодолевать обстоятельства и находить понимание, Беларусь не собирается уходить от переговоров. Наша страна, как никто другой, заинтересована в демилитаризации и деноцификации Украины. Ведь островок мира на славянской земле, как нас не раз называли, для кого-то просто трамплин на пути к России. Это не моя заслуга, скажу вам откровенно, это заслуга Путина. Он бы мог махнуть на эти переговоры и сказать, да пошли они, в очередной же раз это. Он не отмахнулся. Давай попробуем еще раз. Там Кея уже фактически окружен. Он идет на переговоры. Это его заслуга. И, конечно, заслуга президента Зеленского. Я не ожидал, что он согласится. Вот тут я им должен отдать должное. Когда по этим вопросам наметится прогресс, я уверен, сядут два президента, как я всегда говорю, кадила возьмут, побрызгают водичкой этот крестом и подпишут эти соглашения. Я уже по-народному вам говорю, из чего я исхожу. И слава Богу, процесс этот пошел. Главное его не сорвать. Будем видеть. Очень мощные силы желают сорвать этот процесс. И дай Бог, чтобы Зеленский удержался. Чтобы он удержался, его команда, и не скатился к слому переговорного процесса, который начался. Что касается последствий, происходящего вокруг нас, это прежде всего экономические. С ними Александр Лукашенко поручил работать тем, кто компетентно за это отвечает. Если мы хотим сохранить свою страну в этот острый период, мы должны заниматься каждым своим делом. Ничего больше от вас не надо. Я занимаюсь своим делом, вы это видите каждый день. Правительству поручено и Национальному банку только одно. Одним экономика, вторым финансы. Все должно в этот, Павел Владимирович, время сконцентрировано в правительстве. В правительстве. Поэтому вместе с правительством принимайте все решения. Сегодня не до того, что мы независимое правительство, Национальный банк независимый. Президент пусть принимает решения. Собирайтесь и принимайте все экономические решения. Выверенное, разумное, на перспективу. Если видите обострение ситуации в экономике, в финансах, как вы это сделали, принимайте решения. Золотовалютных резервов у нас достаточно. Если кто-то ошалел и бегает за курсом рубля, ну это их право. Мы же выбрали такую экономику. Вы посмотрите, какие решения приняла Российская Федерация. Там уже на иностранных счетах компания не оставит деньги. И нам давно надо было это сделать, Роман Александрович, еще, наверное, до вас. Работает компания, заработала здесь деньги. Никто не должен выводить, никакие дивиденды, ничего не должен выводить. Никакую прибыль. Здесь они должны быть сконцентрированы. Эти деньги заработаны нашими людьми. Поэтому принимайте нормальное решение. Прекратите играться в эту вакханалию рыночную. В противном случае ответите по законам военного времени, уважаемые друзья. Вы видели результат референдума. Это же не шутка. Выше, чем президентские выборы. О чем это говорит? Даже те, кто не хотели менять ситуацию в стране, нас поддержали. Люди чувствуют лучше, чем мы с вами, что происходит. И это нам сигнал. Это прежде всего мне сигнал. Действуй. Совещание заняло несколько часов. При этом проигнорированных вопросов не осталось. Обсудили экономику, законодательные инициативы, сельское хозяйство. Словом, то, чем живет страна, не отвлекаясь на фейки и медиа игры. Я убедительно всех прошу вас. Чрезвычайственную, ну никакой сейчас. Обострения, ну никакого. Сейте, убирайте, со временем придет время. Женитесь, выходите замуж, рожайте детей. Кушайте, выпивайте, но в меру, чтобы голову не потеряли. Живите обычной жизнью. Когда нужно будет, я вас позову. Мы пока с военными контролируем ситуацию. Это наше дело святое. Спокойствие и мудрость во всем. Это правило сегодня работает одинаково и для простых белорусов, и для мировых политиков. Ксения Худалий, Виктория Ходосок, Александр Бутрим, телекомпания СТВ.